друзья всем привет есть вот у меня такой садочек брался он как разовый когда поехали на рыбалку забыли нормальный пришлось в первом попавшемся рыболовном магазине вот такую вот штуковину купить и после чего он у меня год валялся дома и тут пришла идея попробовать из него сделать мордушку ну либо как и называют верша то есть для ловли живца если вы смотрите это видео значит у меня все получилось привезли мне вот такую вот стальную проволоку она пружинистая такая более менее из нее я буду делать каркас каркас будет выглядеть вот таким вот образом одно кольцо потом завитушечка здесь вот еще одно кольцо для начала нужно прикинуть размер взял обычную проволоку сейчас вот путем загибания прикину какую длину не нужно кольца должны быть внахлёст поэтому беру чуть-чуть с припуском получилось вот это вот кольцо один метр два сантиметра здесь вот пройдет спираль метр сорок ну и соответственно внутреннее кольцо тоже один метр два сантиметра того получается три метра сорок четыре внутри метра 45 сантиметров проволоки мне надо ну вот отмерила отрезал теперь нужно сформировать первое кольцо отмеряем метр и два сантиметра вот таким вот образом загнул теперь это надо все приварить вот таким вот способом зажал с помощью струбцины теперь перехожу к сварочным работам но это я показывать вам не буду вот так вот чуть-чуть прихватил но я думаю это делать не обязательно можно даже наверное использовать обычную термоусадочную ленту теперь это все дело надо замотать изолентой с другой стороны проволоки точно также отмеряют сто два сантиметра и делаю такое же кольцо вторую часть тоже проварим и также теперь подматываю изолентой теперь от кольца до кольца буду сгибать проволоку делать что-то в виде пружины примерно по вот этому вот диаметру вот примерно что в итоге должно получиться такая пружинка конечно же можно выровнять еще ну что-то вот такое можно попробовать примерить убираем вот эту веревочку горлышко выверну чтоб не мешалось давайте посмотрим что получилось кривенько немного но это потом выровняться так принцип я думаю вам понять вот так сложенном состоянии приехали куда-то раз распрямилась здесь остается сделать горловинку заход для рыбы самое главное друзья чтобы проволока была жесткой если она будет мягкая то при первом же складывание она форму потеряет это все будет бесполезно теперь можно прошить капроновой ниткой и сюда сделать горлышко прошивать буду обычной капроновой ниткой начну снизу отдел краешек надо привязать и потихонечку так вот раз продели подтянули опять вот так вот раз примерно на одинаковом расстоянии продели подтянули ну и все шьем до тех пор пока все не прошьем видно не видно вот такой вот шевчик получается сейчас все подошью и перейдем к следующему этапу перед тем как прошивать верх сразу же ставлю горловинку загнул кольцо сейчас срежу кусочек изоляции с провода теперь одеваем кольцо на место после того как все продето натягиваем кембрик все друзья кольцо на месте теперь можно спокойно прошивать вверх и потом с помощью капроновых ниток зафиксируют это вот центральное кольцо прошло я точно так же как и низ родил несколько рядков подтянул и дальше точность тут не нужно прошивка это так просто фиксация так что сильно крепко вязать и не надо и так к сожалению как я планировал изначально у меня мордушка не получилось то есть я думал что вот это вот проволока будет хорошо распружинивать но она слабоватенькая оказалась и гнется то есть при складывании пару раз сложил и она вот видите сморщилась но я нашел выход из положения есть вот такие вот еще прутки сделаю крючочки сейчас по краям и вот такие вот распорочки будут так что в принципе мордушка можно сказать состоялась сейчас доделаю и покажу вам конечный результат вот таким вот образом изогнул один пруток сейчас также сделаю второй мордушка будет готова то есть придется ее так вот еще фиксировать чтобы она не сходилась с двух сторон как вы видите тогда будет идеальный результат но если у вас есть вот такая вот пружинистая проволока я думаю вот эти вот распорки здесь они обязательны это у меня так получилось просил одно а мне привезли другую ну что же делаешь ну вот сделал две распорочки такие вот просто загнул до изоленты смотал можно было в принципе кембрики одеть теперь все работает отлично вставляем одну распорку с другой стороны напротив вторую теперь все четко натянута пришлось отрезать ниточки потому что сейчас уже буду привязывать их по распорочкам теперь точно это мордушка будет работать вот этот раз горлышко закреплю лучше на три стороны на две как-то она все равно идет наперекосяк внутри уже будет намного надежнее здесь делаю петельку затягиваем проложим вовнутрь делаем несколько оборотиков подтягиваем и завязываем ниточка должна быть в натяг откусываем лишнее и подплавляем зажигалочкой ну и точно также еще с двух сторон то есть вот как у меня пальцы стоит чтобы получился треугольничек привязываю к задней части ну вот друзья мордушечка для ловли живца и мелкой рыбешки готова кто скажет может быть что глубину широковатое отверстие в принципе его не так сложно и уменьшить достаточно вот здесь вот обрезать кусочек и опять натянуть кембрик был обычный садочек бесполезный который стоит в любом фикс прайсе 149 рублей получилась хорошая мордушечка а такая уже стоит рублей 700 в рыболовном магазине ну вот отсюда шнурочек еще от краю привязал чтобы можно было привязать сюда веревочку и забрасывать снимаем колышки так вот складываем чтобы доставать оттуда рыбу достаточно будет перевернуть так вот жать потрясти вся рыба вот в это вот колечко выпадет сложили в машину бросили и поехали на рыбалочку и вы всегда будете с живцом такая вот друзья у меня мордушечка получилось на изготовление потратил я приблизительно два с половиной часа из затрат вот этот вот садочек 149 рублей но остальное все у меня было так что если кому-то понравилось это видео ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки обязательно что-нибудь пишите в комментариях всем спасибо за просмотр и до новых встреч всем пока